Разрешите вашему вниманию представить доклад на тему «Новые возможности комбинированного лечения сарком мягких тканей». Сегодня уже говорили о том, что сарком и мягких тканей – это редкая группа опухолей мезинхемально-клеточного происхождения, занимающих всего 1% от всех злокачественных наобразований. Тем не менее, в рубриках «Всемирная классификация здравоохранения» отражено более 150 гистологических потипов, которые, как и степень злокачественности, влияют на течение заболевания. Сарком мягких тканей характеризуется преимуществом гематогеновым метастазированием и упорным рецидивирением. При этом частота локального рецидива по данным различных авторов варьирует в широких пределах. Несмотря на то, что основным методом лечения сарком мягких тканей остается хирургическое вмешательство, результаты крупных рандомизированных исследований показали, что целесообразно применение комбинированного лечения хирургического в сочетании с лучевым. Лучевая терапия может быть проведена как перед операцией, так и после операции. При проведении предоперационной лучевой терапии есть значительные плюсы. Во-первых, это снижение биологической агрессивности опухоли, снижение ее имплантационного потенциала, что в результате уменьшает риск возникновения диссиминации опухолевого процесса во время операции и, соответственно, повышает областичность оперативного пособия. Кроме того, при проведении лучевой терапии перед операцией возможно более точно определить объем опухоли, а, соответственно, более точно подвести лучевую нагрузку. Но, несмотря на это, при проведении лучевой терапии перед операцией достоверно увеличиваются риски тяжелых послеоперационных осложнений. В 2004 году ОСАЛЛИА опубликовала результаты рандомизированной исследования, которые показали, что с точки зрения локального контроля нет статистически достоверной разницы между проведением молчевой терапии перед операцией или после операции. Тем не менее, количество тяжелых послеоперационных осложнений значительно возрастает. В последние годы североамериканская группа по изучению сарком мягких тканей активно занимается вопросами гипофракционирования. Появились публикации, которые показывают, что проведение стереотоксической лучевой терапии перед операцией не только не увеличивает сроки до начала хирургического лечения, но и не увеличивает количество послеоперационных осложнений. А тот эффект с точки зрения локального контроля сохранен. То есть при гипофракционировании улучшаются показальности локального контроля, схожие как при нормах функционирования. Это не стоит забывать и о системных эффектах лучевой терапии, в частности стереотоксической лучевой терапии, когда при подведении значительных лучевых доз на опухоль происходит разрушение ДНК и через антиген, презентирующую систему, иммунная система распознает не только опухоль, но и отдаленные опухоли очаги, так называемый абскопальный эффект. Это и натолкнуло нас на мысль создания протокола комбинированного лечения сроком мягких тканей, который мы условно назвали ножницей и резинкой, и зарегистрировали в Международном реестре клинических испытаний. Состоит он из трех этапов. Первый этап – это предоперационная стереотоксическая лучевая терапия в объеме облучения исключительно опухолевой ткани, дополненная радикальным хирургическим вмешательством и послеоперационным облучением зоны субклинического распространения. Для реализации лучевой эффекта оперативное пособие проводится через 3-4 недели после завершения курса предоперационной стереотоксической лучевой терапии, а послеоперационная лучевая терапия проводится в сроки, которые позволяют полностью реализовать заживление раны. Итак, первый этап – стереотоксическая лучевая терапия. Выполняется разменка, составляющая из КТ и МРТ исследований. После этого эти два изображения фьюжируются, получается 3D-модель и последующий расчет лучевого плана. При проведении стереотоксической лучевой терапии используются два объема облучения. Первый объем облучения – это CTV, который полностью соответствует GTV, и на него подводится разовая очаговая доза в 5 грей, 5 фракций до суммарной очаговой дозы в 25 грей. Дополнительный объем – CTV2 с отступом внутрь на 0,5 см, где-то до сантиметра, подводится разовая очаговая доза в 7 см. Использование двух объемов облучения, с одной стороны, позволяет нам добиться хорошей реализации лучевого эффекта, но в то же время позволяет сберечь по периферии располагающиеся структуры, это сосудистые нервные пучки и кожу. Кроме того, вы видите, что при расчете дозиметрического плана есть определенные горячие очаги, на которые и подводятся. Кроме того, стоит отметить, что здесь дозное распределение происходит только в опухолевую массу. Также при каждой фракции происходит верификация положения пациента в КТ-коническом пучке при проведении лучевой терапии. Следующий этап – это оперативное пособие, которое заключается в удалении опухоли мягких тканей с последующим гистологическим исследованием и оценкой степени лечебного патоморфоза как в макроскопической, так и в микроскопической. Здесь мы видим результаты о том, что после проведения предоперационной лучевой терапии появляются обширные поля некроза, фиброза, а также опухолевые тени. И, наконец, третий этап – это 3D-комфортная дистанционная лучевая терапия, которая проводится по стандартному протоколу. 25 фракций, разовая очаговая доза – 2 грей, до суммарной очаговой дозы – 50 грей. Здесь мы видим, что дозное распределение уже не имеет каких-либо горячих точек, оно более плавное, на зону субклинического распространения опухоли. На данный момент общее количество пациентов, которые завершило лечение с наблюдением в 1 год – это 13, большую часть которой составляли женщины. Гистологические подтипы, которые были включены исследованием, представлены на слайде. Преимущественно размер опухоли был оценен согласно классификации ТНМ 8-го пересмотра. У нас преевалировали хай-грейд саркомы, располагавшиеся в основном на нижней конечности, и большую часть занимали перимечные опухоли. В результате проведенной стереотоксической лучевой терапии у двух пациентов развился после лучевой эпиделит первой степени, на других ранних проявлений лучевых реакций не определялось. При этом радикальность удаления опухоли достигнута в 100% случаев и при помощи местных тканей также была укрыта в 100%. Рана зажила первичным натяжением в сроке, не превышающие 5 недель. Средний процент лечебного патоморфоза составил 45%, от 0 до 80%, что отражено на данном слайде. А у двух пациентов после операционного периода осложнилось явление длительной римфории, что потребовало длительного дренирования раны, поэтому начало курса после операционной лучевой терапии было отложено на 71-90 дней соответственно. Стоит также отметить, что у обоих этих пациентов оперативное пособие выполнялось по поводу саркома, который по классификации является Т4, то есть размером более 15 см. У четырех пациентов курс после операционной лучевой терапии осложнилось явление лучевого эпителита первой степени, а в одном случае зафиксировано лимфостаз второй степени, не требующий медикаментозной или хирургической коррекции. Осложнение третьей и высшей степени не зафиксировано. Данные пациенты отслеживали медианное наблюдение составило 1 год, и при динамическом наблюдении локальный рецидив не зафиксирован ни у одного пациента. У трех пациентов, к сожалению, отмечена генерализация процесса, в двух случаях это метастатическое поражение легких и один случай метастатического поражения костей скелета. Какие выводы мы можем предварительнее сделать? О том, что такое сочетание лучевого лечения как в предоперации, так и в послеоперации является безопасным и не приводит к увеличению числа серьезных послеоперационных сложнее. Также стереотоксистическая лучевая терапия является эффективным методом воздействия на первичную опухоль, но, естественно, необходимо дальнейшее изучение возможностей предложенной комбинации с точки зрения повышения эффективности терапии у пациентов с аргумом и мягкой тканей. Спасибо.